Ай-яй-яй, ой-яй-яй. Потому что вообще-то надо крышку на блендер надевать. Ой, Анька, опять крышку не закрыла. Ай, сейчас случится слайм-обзрыв. О, чёрт, точно, кажется, вы правы. Ань, ты чё, убери руки. Приветик, я Саки, и ты на канале Мэджик Пэтс. А я Покемон Юмичун. Я Эйван, а это Миша. Привет, привет, я как всегда стесняюсь. Ну ты чё, Миша, ребята тебя любят. А я Киза, Лиза, хаю-хай. Подпишись, Пазязя, прям сейчас на наш канал. Мы мечтаем о двух миллионах, и нам осталось всего 105 тысяч. Ага, и пиши коммент больше этих трёх слов. И возможно ты попадёшь в наше видео, как эти ребята. И ставь лайк, лайк, чтобы Ютуб не заблокировал наш канал. А наоборот, видел, что наши ролики тебе нравятся. И погнали. Вот-вот, видите, Кизе Лизе лишь бы погнать. Ничего, что она забыла рассказать про себя самое главное. Это ты про нашу чрезвычайную ситуацию? Ага, про наше жуткое видео, которое вышло на канале Мэджик Фэмили. На нашем общем семейном канале, где мы снимаем вместе с Аней, Сегодня вышел ролик, где Аня показала и рассказала, что ужасного случилось с Кисой. И не только с Кисой вообще-то. Фу. Самое жуткое, что это произошло прямо в видео. Киса Алиса где-то заразилась. А от неё заразилась я. И вообще-то неизвестно, кто ещё. Аня прямо этих монстров показала. Юмичу не обязательно рассказывать всё, ребята сами сходят и посмотрят этот ролик. Мне до сих пор плохо. Короче, ссылку мы оставим вот там внизу в описании, потом сходишь и посмотришь. А вот теперь точно погнали. Итак, в прошлый раз к нам поступил новый миллион слаймов. А у нас уже было несколько своих больших лизунов. Но часть из них засохла, и мы пытались их воскресить разными способами. Ничего не получалось, и мы пока что оставили их размокать в кипятке. Посмотрим, что с ними случится попозже. А сами мы начали распаковку для создания самого гигантского лизуна на ютубе. Который пока что занял большую пластиковую коробку. Нам важен каждый грамм слаймов. И поэтому мы не выбрасываем испорченные лизуны. А вылечиваем их при помощи здоровых слаймов и блендера. Ну что ж, пупсики, погнали перемешивать ваши испорченные лизуны блендером, чтобы превратить их в один большой здоровый слайм. Чтобы его потом добавить в наш лизун гигант. Если все пойдет по плану, наш лизунчик увеличится намного. Эйвен, ты таким тоном сказал, как будто ты мировой злодей? А он и есть мировой злодей. Кто здесь злодей, так это ты, Киса Лиза. Вечно в том тащишь всякую заразу, ему потом болеют. Да ну вас. Эйвен, ну не обижайте Суализу, она не виновата. Зато у нас получится самый гигантский слайм на ютубе. Ну не знаю, не знаю, Миш, получится ли. Даже наш крутой блендер, которого вы решили, кстати, назвать Даней. Странная ассоциация, конечно. Не оселивает такой большой кусок, приходится вытаскивать его. Немножко месить руками и обратно возвращать в блендер. А по-моему, а не трех раз хватило. Вот именно, достаточно, уже давай показывай, что получилось. Сейчас, вытащу. Ну что ж, давайте посмотрим. Только вот цвет какой-то странный. Это не самое главное, мы должны сохранить каждый лизун, чтобы наш гигант все рос и увеличивался. Да, цвет действительно не очень серый какой-то, зато какой большой. И правда, из такого большого количества ярких цветных слаймов получилась какая-то смесь-перемесь. Хотя, в принципе, логично, когда смешиваешь все цвета, какие только возможно, получается очень грязный цвет. Но зато слаймик здоровенький. А нет, это не слаймик, это слаймище. Эм, это точно. Но главное, что этот монстрик на 100% увеличил вашего лизуна в размерах. Как это все замешать, даже не представляю. Хотя, вы правы, нам явно не хватает яркости. Поэтому давайте добавим каких-нибудь ярких слаймов. Я уже вот нашла несколько. Мне кажется, Миша права. Мы же не хотим, чтобы наш лизун был цвета карты. Юми, сколько можно тебе говорить? Ну а что, правда ведь? Правда, не правда, но мы во имя безопасности нашего канала не произносим такие слова, окей? Ладно, ладно, хватит, ну дядя давай продолжать. Аккуратнее всем разойтись, я несу башенку из слаймов, главное ее не уронить. Я пока что поищу еще ярких. Давай начинать. Эйвен, ты хотел сказать продолжать? В общем, у нас тут небольшой слаймик ярко-салатового цвета. Салатовый, это Мишкин цвет. Ага, на коробочке даже написано Миша лайк. Ну что ж, по-моему, он даже слишком яркий. Такое ощущение, что это не самый обычный слайм. Он, наверное, неоновый. Хм, может быть, Юмичу. Тянется хорошо. Похоже, что это баттер слайм. Кажется, я тут нашла кое-что странно интересненькое. Ну что ж, когда я замешала этого слаймика полностью, вот эти белые частички, которые в нем были, они совсем смешались с салатовым и в итоге получился очень красивый цвет. Он реально неоновый, прикольно. Ага, и очень хорошо добавил яркости вашему гиганту. Это хорошо, а то у вас получалось как-то мрачновато. А вот этот красивый слаймик от Any Slime Land. Он так прикольно сделан, как бы переход от одного цвета к другому. Тут еще игрушка белоснежки, вот ее надо убрать. Потому что, чувствую, будем мы его блендерить. Потому что он подсох немножко. В блендер дай мне его. Жалко, конечно, такой красивый. А следующий слайм у нас тоже салатовый от Avocado Slime 56. Он и цветом как к авокадо внутри. Юмичу, ну мы же учили тебя в прошлый раз, не к авокадо, а авокадо. Похоже, что это тоже баттер слайм, а вот пахнет он не авокадо, а прям яблокам. Че, правда, дай понюхать. Ага, вот. И правда пахнет яблочком? Мне не пахнет. А мне сразу сожрать его захотелось. Юми, ты, по-моему, все подряд готова жрать. А вот и неправда, яблоки я не очень люблю, но этот захотелось. А по-моему, все, что для тебя пахнет едой, ты можешь съесть. Эй, девочки, 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 давайте не начинайте опять. Короче, это баттер слаймик, он мягенький, в нем еще есть пенопластинки разноцветные, тянется неплохо, короче, вроде норм. Все равно добавь его в блендер, потому что он поможет нашему предыдущему слайму стать здоровым. Так, голубенький цвет, цвет Эйвана. Эээ, что-то я тоже чешусь. Неужели киса Алиса зародила не только Мишу? Эээ, страшно. Да уж, надеюсь, скоро все закончится. Эй, пупсики, не надо тут говорить всякую ерунду, я все рассказала про это на Magic Family, ребята сами посмотрят. Что за чрезвычайная ситуация у нас произошла? А вот этот голубенький слаймик жидковат и липковат. Но добавлять в блендер мы его не будем, потому что такие резуны полезны нашему гиганту. А чтобы он не стал резиновым, оставляйте его тут. А красиво получается, да? К сочетанию голубого и салатового очень мне нравится. Посмотрите, какой он липкий, он как паутина. Хорошо, что мы решили добавить вам яркости. Давай, Ань, следующий салатовый. Мы должны сделать наш гигант красивым. Так, ну и что мы решим делать с этим салатовым слаймиком? Мы отправим его в блендер лечить первый голубо-синий. Голубо-синий, такое смешное слово. Так, надо достать пластиковые шарики, чтобы наш блендер Дани не сломался. Ну а вообще, этот темно-салатовый слаймик в принципе здоровый. Неплохо тянется, жамкается, хотя, конечно, он снова баттер-слайм. Ладно, придется им пожертвовать ради лечения. Эм, и так? Ань, может уже пора смешивать блендер и тин? Да ну не-е-е-ет. Давайте сначала всю салатовую башню откроем. Вот тут вот слаймик побольше. Ну что, пахнет яблочком? Не, не пахнет. Если все предыдущие лизунчики были маленькие, то этот такой ух. А еще в нем намного больше пенопласта, он тянется. Это снова похоже баттер-слайм, если я правильно понимаю, что такое баттер. А тут, тут смотрите, тут какие-то салатовые кусочки. Это что? Это кусочек киви? А из чего они? Они пластмассовые и очень твердые, поэтому если вы вдруг решите его блендерить, я их убираю. Мне нравится этот слайм, он очень приятный и мягкий на ощупь. Хотя я больше люблю не баттер-слаймы, а прозрачные, такие глянцевые лизунчики. А еще баттер-слаймы меньше щелкают. Не, ну немножко они все-таки щелкают, но конечно не так, как обычные. Смотрите, какая макаронина. Мне кажется, не надо его блендерить, а надо его добавить к нам сразу. Да? Ну хорошо, а почему? Потому что он полностью здоровый и сразу добавит нашему лизуну яркости. Ну, как скажете, это вы тут экспериментатор, и я лишь выполняю ваши указания. Хотя, хотя, нет, Ань, давай все-таки добавим его в блендер. А теперь почему? Потому что они все похожего цвета, они смешаются. Хотя, ты права, София, будет большой, яркий, здоровый лизун. Да, давай посмотрим, что там дальше. Дальше у нас еще один салатовый слайм, и мне почему-то кажется, что он испорчен и заранее. Ух ты, у него на донышке такие яркие блестки, вот, как я в принципе и говорила, он совсем засох. Видите, рвется на кусочки, в общем, жалко, конечно, потому что блесток в нем очень много, они аж на руках остаются. Красивый был бы лизунчик. Давай в блендер его скорее. Кажется, я тут еще что-то зелененькое нашла. Фух, ну что ж, погнали. Ай-яй-яй, ой-яй-яй. Наш блендер Даня так разогнался, что кусочки слайма полетели в разные стороны. Да уж, Ань. Потому что, вообще-то, надо крышку на блендер надевать. Ну, ты отдаешь никаких мер безопасности. Готово, а вот теперь точно погнали. Ничего себе, он их рубает, как салат, офигеть, посмотрите, вы-то видите, капец. Именно за счет этого, Юми, вообще-то, мы и исправляем наши слаймы больные. Он их измельчает на мелкие кусочки, потом эти мелкие кусочки превращаются в кашицу, потом эта кашица вся смешивается и получается один слайм. Ага, именно так и происходит, но, по-моему, нам что-то не хватает. Нам не хватает яркости в нашем гиганте. Эм, это да, но я не совсем об этом. Аня, о том, что в блендер надо добавить что-то жидкое, да? Да, а то кашица получается как-то суховато. Посмотрим, что тут Мишка нашла. Нам нужен какой-нибудь жидкий лизунчик, чтобы он эту кашицу размягчил и она слиплась получше. Что-то я заикаюсь уже. Так, этот нам подходит, а вот это и вот это нам подходит. Он, конечно, не ярко-салатовый, но цвет близкий к нужному нам. Отлично. Отличная идея, Ань, правда, давай смешаем их. Уже даю, погнали. Ой, Ань, да, опять крышку не закрыла. А, сейчас случится слаймов взрыв. О, черт, точно, кажется, вы правы. Ань, ты что, убери руки. Крышка, 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 вот, фух. Ну что ж, по-моему, те два слайма нам помогли, отлично. Ну как, ну что, давай посмотрим, что у нас получилось, а? Показывай. Надеюсь, красиво. Давай, доставай, уже так хочется посмотреть. Смотрите, мне кажется, получилось лучше, чем предыдущий этот серый грязно-асфальтный какой-то цвет, а этот прям зелененький. Зелененький, зелененький, у нас еще розовых куча. Розовый мой цвет, с ними мы потом разберемся. Ну что сказать, ребят, слаймик получился хорошенький, мягенький, большой, тянучий, и он действительно добавит яркости вашему гигантику. Давай-ка замешаем его немножко. Ну а что тут замешивать, Эйвен, давайте оставим его наверху, чтобы он потихоньку сам смешивался с вашим монстром. Итак, какой уже у нас итог, слайм заполнил больше половины коробки, хотя начиналось все только с донышка. Классно, а что с теми нашими, которые мы замочили? Замочили, Софи, ну ты и скажешь иногда. Ту кучу, которую мы спасать хотели? Да, кстати, точно, пойдемте проверим. Посмотрим на чужого. Чужого замочили, ну вы и смешные. Да, ситуация тут улучшилась, но не сильно. И на сковородке мы его жарили, и кипятком заливали, и блендерить пытались, решили все-таки замочить в тазике этого. Да, действительно, похоже на чужого. Но зато, если мы его еще ночь подержим в кипятке, мне кажется, мы сможем по частям его заблендерить, и он реально добавит размера вашему слайму, который в итоге займет целую ванну, а потом мы будем проводить с ним эксперименты. В общем, я думаю, что нужно залить это все кипяточком, и еще подождать. Отлично, значит, есть надежда, что мы этого зомби воскресим. И у нас осталось еще очень много слаймов, и нам надо будет все их распаковать. И гигант вырастет. Завтра продолжим, а ты пока иди скорее, смотри новый ролик на канале Magic Family. Про то, как киска-лиска заразилась и заразила Мишу, и вообще капец. Че-е-е, случайная ситуация. Ссылка в описании, пока.